Слышь ты, конченый, надо здесь экой же. Пошел поплакал в подушку, ну чуть-чуть, чуть-чуть самую малость. Ну, что разговариваем? Злой ты, ну. У меня есть жесткая схема, она прописана у меня, то есть рядом вот висит, когда я записываю ролик. Господа, ненужный пиздеж продолжается здесь в моей минутке. Но за счет этих роликов я понимаю, что делать не надо. Алексей, маркетолог, психолог, если не ошибаюсь, кандидат экономических наук. В перспективе. В перспективе. В перспективе, я к этому стремлюсь. Ты третий выше уже практически, правильно я понимаю? Нет, первый у меня считается как специалитет, вторая магистратура, а это третья аспирантура. То есть это, ну, такое поднятие. У канала есть миссия. У канала есть миссия, она глобальна, как положено любой миссии, недостижима. Это сделать маркетинг в России лучше. Когда я начинал как маркетолог, вот у меня возникали какие-то сложности, проблемы. То есть мне необходима была какая-то информация. Ее как бы, ну, мне приходилось как-то доставать или не было ее как-то структурированной. Или я получал ответы на вопросы, но потом уже, вот там на сегодняшний момент я понял, что это были неправильные ответы на вопросы. И поэтому там первый, вот уже третья вот эта попытка, вот этот канал, первый цикл видео, которых я запустил, это он, ну, и остался до сих пор, это веб-словарь для маркетолога. То есть когда какой-то кто-то начинает работать с интернет-маркетингом, то есть он сталкивается с большим количеством, прям с потоком новых слов, выражений, CRM, CTR, конверсия, лид. Значит, и да, я снял, по-моему, штук 17 всего получилось видео, которые вот помогают раскрыть вот эти вот какие-то веб-дизайны и веб-разработки. Я взял такую узкую, ну, аудиторию, потому что я начинал, я начинал с того, что с веб-дизайна и веб-разработки, с создания сайтов, скажем так, которые, вот эти вот словарь должен был помочь вот это раскрыть. Это такая хорошая, знаешь, как, тот, на кого падает свет, тот вынужден отбрасывать тень. Вот сейчас я рассказал то, что падает свет, как бы, миссия, значит, соответственно, помощь, реализация и так далее. Это дает энергию, это вот, если ты открываешь YouTube-канал, начинаешь делать, даже если в бизнесе, ты должен понимать, ради чего ты делаешь, не только ради денег, но и какое-то вот должно быть внутреннее. А теперь, как бы, такая прагматичная, понятная монетизация, я преподаю, преподаю интернет-маркетинг и маркетинг, и это привлечение на мои курсы, то есть монетизация, после посмотрел, сказал, да, он мне зашел, как преподаватель, я в каждом видео, то есть кто-то делает коллаборацию, говорит, вот там, покупайте или участвуйте в пирамиде, ну, какую-то рекламную коллаборацию, а я, соответственно, рекламирую свои курсы, что переходите по ссылке, вот мои курсы, приходите, регистрируйтесь. Все остальное, это органические просмотры, органический трафик, нет никаких накруток в виде лайков, репостов, просмотров, комментариев, какой-то покупок вот этих Vibium или аналогичных каналов для накрутки просмотров здесь нет. Окей, то есть это публикация ролик с какой-то оптимизацией определенной? Да, да, да. Получается, что полгода у нас был практически простой и потом стал рост там вот в 10 раз, за счет чего, вот что было вот этим переломом? Вот здесь видно количество роликов, которые здесь залито. То есть, если вот так вот посмотреть, то здесь я заливал один ролик в неделю, то есть 4 ролика в месяц. Я стал записывать скринкастов, я поставил себе такой персональный план, я его выдерживал где-то 3-4 месяца, я записывал от 14 роликов в неделю. То есть, итого, получается, я пилил 60 плюс роликов. То есть, за счет количества, много роликов по каким-то, наверное, низкочастотным запросам, ответам на вопросы, как вот стратегия топ, продвижение в топ. Да. Я заметил по структуре сначала всегда типа, о чем видео, потом представляешься, чтобы о тебе узнали, и потом пошел контент. Да. И, ну, собственно, да, ты уже переключил. Я переключил, потому что у меня идет такая разожгительная... Это скринкасты, инструкции, пошаговые, вопрос-ответ, вопрос. Да, совершенно, совершенно. То есть, очень короткий, четкий. Да, да. Это стратегия, и я такую стратегию использовал в продвижении в SEO под низкочастотку, когда мы набираем большое количество низкочастотки, информационных запросов, и под него продвигаем сайт. То есть, странички на сайте, получается, грубо говоря, мы берем не один высокочастотник, и по нему получаем какое-то количество типа источников трафика. То есть, вот 30 процентов, одну треть я получаю с поиска YouTube. 19 процентов, это, соответственно, внешние источники. Здесь внешние источники имеются в виду Яндекс, поиск Яндекса и поиск Гугла. Если вот мы сюда провалимся, опасность для одного, потенциал и перспективы для другого. То есть, например, сейчас на Яндексе, Яндекс.Директ меняется интерфейс, и все видео, которые сейчас есть по Яндекс.Директ, они будут неактуальны. Я вот записываю скринкасты по Яндекс.Директ, потому что сейчас все остальные видео станут неактуальны, поменяется интерфейс. В каждом ролике я рекламирую и говорю, это вот ты спросил, у меня есть жесткая схема. Она прописана у меня, то есть рядом вот висит, когда я записываю ролик, название ролика, реклама курса, реклама других роликов, и потом идет основной ролик и концовка точно так же. Лайк, подписка, реклама, значит, курсов. Запуск вот этого канала для меня был, скажем так, очень связан не то чтобы с переживаниями, но с какими-то, а пойдет, не пойдет, а будут просмотры, не будут просмотров. Первый как бы, а будут вообще люди смотреть? Смотрят. А будут вообще подписываться? Это был тоже очень большой вопрос. Ну, насниму я сейчас тут кучу дряни, условно говоря. Нет, подписываются. Следующий был вопрос. Представляешь, что я нервы сжег? Следующий вопрос. Ну, хорошо. Смотреть, смотрят. Подписываться, подписываются. А будут ли на сайт переходить, который я рекламирую и говорю, что переходите ко мне на сайт? Переходят. У меня следующий вопрос. А дальше? Да, а дальше? А будут ли искать мои потом курсы? Ищут. Вот следующий вопрос. Да, и есть, ну, опять же, позитивная связь, есть какие-то звонки, есть какие-то обращения с сайта, типа, когда у вас курсы. А вот, ну, как бы, хотелось бы уточнить. То есть, ну, вот, если сейчас по YouTube, то есть, грубо говоря, сейчас есть стопроцентная корреляция, чем на 100 просмотров у меня один идет переход. Вот, условно говоря, на сайт. На 100 переходов на сайт идет, условно, одно обращение. Ну, можно сказать, условно, лид. Очень классно, что на YouTube есть комментарии, и это обратная связь от... Когда ты фантазируешь у себя внутри в голове, вот у меня внутри в голове вообще все идеально. Все мои видео, я сам, развитие, все идеально. Либо, когда я это переношу на какие-то там графики, планы и так далее. Но, когда ты делаешь, вот, получаешь обратную связь от пользователей, они сами тебе говорят, чего делать. Они говорят, братан, вот это зашло, вот это не зашло. Сделай вот так. И накапливай вот эту информацию. Думаешь, аааа, вот оно что. И какие-то моменты меняешь. Поэтому, какой совет? Начать делать, начать пилить, снимать ролики, заливать их. Причем это абсолютно, на мой взгляд, точно так же относится и к бизнесу. У меня много роликов, но мне есть чем сравнивать. То есть, у меня есть ролики, у которых, условно говоря, там 80% дизлайков, 20% лайков. Условно. Но за счет этих роликов я понимаю, что делать не надо. Какой-то у тебя ролик был, там, что-то тебя вообще загнобили. А, это, да, это отдельно. С точки зрения такой, знаешь, как эти, как я их не люблю еще, эти всякие коучи, бизнес-тренера, вот эти вот, которые сейчас я вам расскажу, как типа. Вот, наверное... Как не надо. Да, да, это они любят всякие такие. Вот, на мой взгляд, это такой вдохновляющий пример. А вот это, скорее всего, не скорее всего, точно, это один из первых роликов, которые я залил на YouTube как скейнкаст. Включи на 15 секунд, послушаем звук. В данном видео мы поговорим о том, как сделать меню... Меню на сайте Тильда, меню второго уровня, или она называется еще выпадающее меню, что я имею в виду, я имею в виду, когда у нас есть какое-то меню, здесь у нас есть значок, обозначающий, что в этом меню есть какой-то подменю. Меню, ааа, меню, мы еще разговариваем. Злой ты, ну, но на самом деле, я же начал, я же, кто-то, понимаешь, да, да, вот, может быть, сейчас, вот я там, как бы... Зато как сейчас, говорит. Не очень, да, ну и что, зато я начал. Знаешь, я в своей жизни всегда руководствуюсь таким, как бы, принципом. Люди делятся, вообще, конечно, они очень много делятся по всяким признакам, но как минимум есть признак такой, один делает, а второй стоит рядышком или где-то за углом, показывает пальцем и смеется. А тот, который смеется, в моменте ему хорошо, он же ничего не сделал, осудить нечего. И он там стоит где-то за углом, ааа, говорит, там, вот этот дурачок опять, ему говорили, ничего не надо делать, он опять сделал и смеется. А тебе в моменте, вот как здесь, наверное, не очень комфортно, потому что на тобой же смеются, как бы тебе неприятно и так далее. Но тот-то так и останется здесь смеяться за углом, а ты получил опыт, получил, так сказать, знания, и завтра ты, соответственно, это-то так и будет, только и стоять и смеяться, а ты вот куда-то вырастешь. Да. Именно поэтому бояться снимать, начинать YouTube-канал. Да. И вот, вот, первые комментарии. Матума у тебя нормальная здесь? Ну, если что, запикаешь. Господа, ненужный пиздеж продолжается здесь по минуте. Если вы пришли сюда, как и по, я по вопросу из заголовка, этот человек с большой буквой «э», о чем-то тоже акцентировал внимание, рассказывает о теме седьмой минуте. Ну, здесь такое ужасное видео по качеству, звук как будто в туалете, плохо подготовлен материал. Вам бы научиться излагать правильно свои мысли. А ты начал свой, говоришь, ну что, у тебя там третье или четвертое образование вообще, где-то там в МГУ учишься. А вообще, самый главный тезис, это не ваше. Не засоряйте YouTube отвратительным контентом. Самый главный тезис, это не ваше. Дерганный персонаж и соответствующие видео, это вот про меня. Но дерганный, может, до сих пор осталось, я вот как-то... Но вот с этого я начал, с этого я начал, прочитал, получил, там, утерся, пошел поплакал в подушку, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, самую малость, вот, успокоился и сел, стал снимать дальше. И сейчас, вот если мы посмотрим последние комментарии, вот, но они еще, потом мы про это тоже поговорим, но вот сейчас, сейчас уже следующий комментарий, я вот выборочно, а благодарю, очень полезно. Красава, вы мне очень помогли. Браво, Алексей, спасибо, все работает, отличный контент на вашем канале. Спасибо за помощь, вопрос исчерпан, все показатели быстро и четко, а в интернете запутанные примеры, благодарю. Но может быть, вот он... Как вдохновляет такие вещи? Да, да, однозначно. Жирный лайк, у меня на самом деле, вот за счет того, который я написал, у меня человек с большой буквой «Э», я когда записываю скринкаст, у меня вот на бумажке под, приклеено к мониторам, внизу там написано «Не экать». Я достаточно активно и выступал, выступаю на конференциях, на открытых мероприятиях, и я вот это вот «Э», что «Э», ну как-то я же, ну, нет обратной связи, там же из зала никто не поднимет руку и не скажет, «Слышь, ты, конченый, надо здесь экой же, слушать тебя невозможно, иди сядь». Ну, все люди воспитанные, культурные, сообразование позволяют. Да, а YouTube, YouTube позволяет нам, так сказать, получить обратную связь, увидеть не как мы себя видим в зеркале, а как нас видят на самом деле окружающие. У меня в каждом ролике, как я тебе сказал, идет обязательно реклама, поэтому если ролик до трех-пяти минут, то пользователи справедливо ругаются, они говорят, слушай, ты отвечал на основной вопрос минуту, а минуту у тебя в начале реклама тебя, и минуту у тебя в конце реклама тебя. Три минуты. Ты, конечно, классный, мне хорошо посмотреть про рекламу тебя, но я-то с другим пришел. Поэтому, если в ролике есть какая-то реклама, то слишком короткий, но, наверное, меньше пяти-семи минут, его точно делать, ну, лучше не делать, потому что, а пользователь напряжет, получается, соотношение рекламы к полезной информации очень большое. Я делаю однозначно заголовки, прописываю в заголовке, должно максимально присутствовать ключевые запросы, по которым ты продвигаешь видео. Потом, следующий момент, тезе, значит, тегами мы набиваем под завязку. У нас есть так, я составил, скажем так, некий, я их называю такой, как бы некая добивка. Добивка или добавка, то есть есть стандартные теги, которые уже подобраны, ну, то есть, в рамках тильда, там, тильда, тильда бесплатный конструктор, конструктор, там, ну, какие-то такие. И под каждое видео подбираются свои теги персональные и добивается, соответственно, оставшееся пространство вот этими тегами. Описание под видео тоже вот, девушка, она транскрибирует, вот то, что у меня сказано, то есть записывает некий тезис, ну, не тезис, а такое, ну, краткое такое резюме, анонс того, что будет видео, потому что для YouTube это тоже ключевые слова, он их видит, понимает, и поэтому, грубо говоря, там, видео попадает в рекомендованные, в помешанные и так далее. Еще один момент немаловажный, это субтитры, значит, они создаются автоматически, их можно сделать вручную, то есть их можно взять вручную, поправить, и, соответственно, то есть понятно, что YouTube старается как-то распознать там голос и так далее, но он ошибается. Особенно очень сильно YouTube ошибается в профессиональных терминах. То есть слово CTR для, ну, не для YouTube, а для распознавания речи, это очень непонятно, то есть он пытается найти где-то в словаре, ну, в своем там внутреннем и так далее, и не понимает. Поэтому вот эта вот расшифровка, вот переработка ручная вот этих титров, это тоже немаловажно. С точки зрения продвижения очень важно, чтобы под видео были комментарии, причем не купленные, потому что примерно, скорее всего, YouTube уже понимает, какие там купленные, то есть, ну, грубо говоря, что значит купленные комментарии? То есть поиск заплатили там 3 рубля или рубль, он зашел, видео не стал смотреть, а сразу написал комментарий, о, классное видео, мне так понравилось, смотрел его, прям не мог оторваться. Ну, YouTube же видишь, что этот пользователь не смотрел это видео, но комментарий оставил. Он уже платит за комментарии, не за просмотр. А поэтому вот органические комментарии, они очень важны. Ну, во-первых, нужно не забывать, что у канала есть миссии все-таки как бы помогать, так сказать, пользователям и людям, это одна из таких, ну, миссия канала. И вот я уже не помню, как пришла идея, но она закрывает очень много. В своих видео я сам в конце ролика предлагаю пользователям, если у них есть вопросы, связанные с темой данного видео, задавать их в комментариях. И как-то, то есть, здесь получается, во-первых, а, ну, вот как бы по ступенечке я буду рассказывать, из каждой ступени как бы некий тут профит, префицит, который мы получаем. А мы увеличиваем таким образом количество комментариев к видео, то есть в пользователь задает какие-то комментарии. Где-то я поислем частично на комментарии отвечаю письменно, где-то вот как раз из чего формируется вот такой вот плейлист, который я назвал «You ask for Tilda», где-то я записываю видео, и потом поислю присылаю, то есть скринкаст, и присылаю поислю. Ну, суть уже понятна. Да. То есть мы берем комментарии, отвечаем на вопрос, и предлагаем в этом же видео задавать еще. Да, да. Разгоняем. Замкнутая цепь, да. Во-первых, а появляется, то есть ведь как бы идеи для видеороликов тоже нужно где-то брать. Ну, снял ты 300, там, ну, как в моем случае, 300 скринкастов, там, ответы на вопросы. А какой 301-й делать? На все вроде уже ответил, ты не знаешь. А тут сами пользователи тебе подсказывают тему, говорят, слушай, вот это интересно. Плюс вот видишь же по просмотру, что спросила только Елена, а на самом деле этот вопрос интересен, ну, там, грубо говоря, 548 еще после, вот по просмотрам. То есть, получается, спросил один, а интересно другим. Плюс, опять же, как вот про что я говорю, выстраивание коммуникации со своей целевой аудиторией, со своими, то есть, ну, наверное, немногие каналы на YouTube предлагают, чтобы вы можете какие-то задавать вопросы, вот здесь вот там, я вам буду помогать. То есть и дополнительный контент, дополнительные просмотры, дополнительная коммуникация, а дополнительное, вот есть такое слово лояльность. Кстати, как ты понимаешь слово лояльность? Лояльность? Лояльность, вот, лояльный для меня, это ближе к доверию, когда... Вот, ты ошибаешься, так же, как и многие. Лояльность, это преданность. То есть, вот если человек что-то делает, связанное с твоим брендом, то есть покупает у тебя, если ты бренд, вот он лоялен тебе. Лояльный зритель, который тебя смотрит, то есть он преданный тебе. То есть, в плане развития лояльности, когда поисли смотрят там меня, а не кого-то другого, это тоже немалый плюс, потому что, ну, как я надеюсь, думают поисли, ну, он нормальный. Можно задать вопрос, он помогает, ну, когда есть возможность, записывает видео и так далее. Значит, ну, здесь я так, как бы, начинаю, что вот клиент, это клиент такой, вот, мы как бы знаем, что клиент ходит к нам на сайт и периодически ходит на YouTube. Ну, любой средний там пользователь это делает. Вот, значит, сначала мы тестово разбили сайт условно на три категории и под каждую категорию мы сняли ролик на ремаркетинг. Вот, сняли их с сотрудниками компании. Для меня тогда ремаркетинг был достаточно, видео ремаркетинг на YouTube был достаточно новым таким направлением и было не очень понятно. То есть, вкладываться, не вкладываться, снимать, как бы, не снимать. Сейчас я могу сказать однозначно, вам не нужно делать такие эксперименты, вкладывайтесь, снимайте. Это дает свой профит, результат и так далее. Вот, и поэтому мы такие сняли пробные. Здесь видно на экране, мы получили какие-то результаты, 15 тысяч показов из них, 5 тысяч просмотров, а мы запускали на пропускаемые прероллы, когда поиск мог посмотреть. То есть, если ты не знаешь, какой ремаркетинг на YouTube, когда поиск посетил ваш сайт, ему потом может на YouTube показываться ваше видео с рекламой вашего канала и так далее. Ну, окей. Ну, и как тест, ну, проверить тест, я так понимаю, да? Да, вот нас все устроило, он был достаточно дешевый. Потом следующий этап, мы провели достаточно большой опрос, у нас был всплывающий поп-ап, те поискли, которые покидали сайт, это сайт по бизнес-курсам, а мы им задавали два вопроса, выявляли мотивацию и барьеры. То есть, задавали вопрос, как бы, а зачем им вообще нужны бизнес-курсы? А курсы, это были так называемые открытые ответы, то есть, пользователи писали в свободной форме, что они считают нужным. И когда мы набрали определенное количество ответов, таких, ну, статистических, более-менее понятных, то есть, мы из них выделили повторяющиеся, выделили те, на которые, ну, нам понятны, которые мы можем отобразить в ролике и так далее. То есть, у нас весь сценарий, вот следующий ролик, который я сейчас буду показывать, весь этот сценарий, он получился сделан на основе той мотивации, которая есть у наших потенциальных клиентов, и там прорабатываются те барьеры, которые могут встать на пути приобретения. Людям нравится, когда их мнением интересуется, это очень важно, им нравится, когда они что-то могут сделать лучше и так далее. То есть, ну, какие-то вот такие, может быть, моменты нужно прорабатывать, но это абсолютно рабочий момент. Значит, написали сценарий, ну, вот какие-то задачи для ремаркетинга можно ставить. Я не буду проговаривать, если кого-то интересует, можете поставить на паузу и изучить, подумать, что здесь написано. И вот такой ролик у нас получился. Мы не просто обучаем. Мы даем умения и навыки, отвечающие современным реалиям. Высококвалифицированные преподаватели практики. Нет менторского тона. Есть диалог между коллегами. Комфортное обучение. Удобные классы. А наши доброжелательные сотрудники всегда помогут в процессе обучения. 100 тысяч выпускников. И более 90% из них считают, что сделали правильный выбор и узнали много нового и интересного. Согласно опросам, HR-специалисты считают окончание курсов русской школы управления серьезным повышением квалификации. Вот такой небольшой ролик, но вот под каждым тезисом, под каждой, то есть вот каждая фраза, которая в ней находится в этом ролике, то есть за ней стоит ответы пользователей, то есть какие-то количества. Почему там, например, говорится, что HR-специалисты ценят образование в РШУ? Потому что часть пользователей отвечала, что вот какая у них мотивация, говорит, мы хотим поменять работу и нам важно, ну то есть, а, либо хотим поменять работу, либо вот нам важно, чтобы, ну, ну, типа, условно говоря, как там диплом МГУ и все прочее, то есть вы среди бизнес-школ были как-то узнаваемы, знаковые и так далее, чтобы придя на работу, и у меня там какое-то дополнительное повышение квалификации было видно. Видео-реклама на Ютьюбе это еще одна возможность выстроить коммуникацию с вашей целевой аудиторией, и она гораздо дешевле с точки зрения эффективности коммуникации, чем рекламная сеть Яндекса либо контекстно-медийная сеть Гугла. За счет чего? За счет того, что это видео, звук, в видео есть люди, эмоция, информация, люди смотрят, пользователи. Больше информации за единицу времени, можно так даже сказать. Наверное, так, да. Нет, там ни одно предложение там. Ну, грубо говоря, если ваш баннер увидит где-то на каком-то сайте пользователей, завтра про этот баннер он забудет. Если он посмотрит ваше видео на Ютьюбе, он будет его помнить достаточно долго. Какие-то таблетки для похудения нам надо здесь и сейчас с тобой продать, мы можем только заработать. То есть, пришел, кликнул, денег нам туда, вот карточку в монитор засунуло, нам деньги пришли, тогда нам просмотры на Ютьюбе не важны. Ну, потому что мы фактически продаем воздух, который надо продать сейчас. Если мы говорим о какого-то бренда, компании и так далее, чуть более долгая стратегия, там, условно говоря, хотя бы там полгода-год, то тогда уже важны просмотры, потому что это и... Надо же помнить, что по статистике срок принятия решения о покупке там в среднем и в разных продуктах он может быть день, семь дней и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, здесь тогда видео на Ютьюбе выигрывает. Вот, значит, да, это еще не все, значит, выделили мы, то есть, разбили еще, мы до этого три ролика снимали и сделали вот такие вот вставки. Лидер на рынке бизнес-образования. Наша программа Мини-МВА. Вот, то есть, сняли дополнительно 10 вставок вот таких, ну, там их, может, 11 плюс-минус. А там продолжение какое-то идет? Это типа начало каждого вставки? Да, это здесь просто в одном видео мы собрали все вставки. А мысль вообще основная, что у нас получилось 10 видео. Длина вставок? Ну, три секунды. Три секунды? Ну, просто мы лидеры, вот мы это. Да, да, да. То есть, вот то видео, которое я показывал, вот такое на одну минуту, оно на самом деле, вот в нем, в каждом еще 10 таких видео с этой вставкой, с разными. Заботал, давай. Человек приходит на сайт, заходит в определенный раздел, я там забыл, любой. Ему показывается конкретное видео по этому разделу три секунды. Нет, ему показывается вот это минутное видео, но с той вставкой, в зависимости от того, какой раздел он посетил. Ну, то есть, смысл такой, в бизнес-школе много курсов, но, соответственно, в зависимости от того, какую сферу курсов раздел смотрел пользователь, это можно настроить на ремаркетинге, ему показывался вот этот наш большой ролик, но с той вставкой, с тех конкретно курсов, которые он смотрел. Мы взяли переписку в онлайн-консультанте на сайте между консультантом, менеджером по продажам и, соответственно, посетителем сайта. И выделили из нее, то есть, ну, там, фактически подчеркнули, те технические вопросы, которые пользователь задает на сайте. То есть, здесь какой предпосылок? То есть, по факту, из этих вопросов, то есть, вот, есть понять, как факу, наиболее часто задаваемые вопросы. Я вот там до какого-то момента, ну, но не суть. Вот, и мы взяли, значит, вот вопросы вот таким вот образом. То есть, предпосылка такая, при условии, что пользователь задает эти вопросы, когда уже находится на сайте торговой компании, которая продает, а компания занимается продажей, производством ревизионных люков. Значит, либо, как вариант этих, ответа на этих вопросов нет в интернете. Может быть, он искал, может быть, не искал, здесь решил задать. Но, как минимум, если эти вопросы имеют какое-то повторение, они интересуют наших потенциальных клиентов, наших потенциальных пользователей. Вот, мы их выделили там для первого блока, по-моему, ну, там 20 плюс-минус таких вот вопросов, такого факу. И из них вот мы взяли на каждый вопрос, такая была, конечно, там итерация, что мы технического специалиста, мы его опрашивали, делали потом транскрибирование, то есть написали сценарий, то есть у нас получилось 10 роликов, ответы на те вопросы, которые мы понимаем, что эти вопросы интересны нашим потенциальным клиентам, потому что это клиенты с нашего сайта. Вот, и мы сняли вот таких вот 10 информационных видео, 10 еще в перспективе, я надеюсь, что мы их снимем. Вот можно на экране видеть, какие люки подойдут в кирпичную стену, какие люки предназначены для монтажа двуслойный гипсокартон, какие люки подойдут под паркет и так далее. Если у вас остались вопросы, то ответы на них вы можете найти, посмотрев другие видео из раздела часто задаваемые вопросы, ссылки на которые находятся в описании под данным видео. Также, если у вас есть вопрос и вы не нашли ответ на него в нашем разделе часто задаваемых вопросов или вам просто лень в нем копаться, вы можете задать свой вопрос в комментариях, мы обязательно вам ответим. И помните, для того, чтобы ниша, за которой спрятаны ваши коммуникации, была незаметна для посторонних глаз, очень важно правильно подобрать люк. А с этим мы вам с удовольствием поможем. Переходите в каталог ревизионных люков невидимых компании «Ревизор» и выбирайте. Мы изготавляем люки самого разного размера, от самых маленьких люков 20 на 20 сантиметров до дверей высотой 2 метра. Ссылку на каталог вы найдете в описании под данным видео. На этом все. До новых встреч! Мы взяли вопросы, то есть мы видим, что вот здесь уже, вот если обратить внимание на просмотры, опять же, не миллионные просмотры, но и, как бы, а роликов-то много. И себестоимость при условии такой вот съемки, там, ну, 35 просмотров кого-то там, где-то больше, где-то меньше, можно просмотреть. Но при условии, что они там снимались, условно говоря, там, одним днем и сценарии, там, стандартные, примерные и так далее, то в совокупности уже неплохо. Опять же, если их там добить до 20, это первый блок, а там, условно говоря, 50, то несколько моментов. Когда поискли находится на стадии сбора информации, то есть когда он там не знает, какой продукт ему еще нужен, не очень понимает, то с ним возникают вопросы. На самом деле, на мой взгляд, очень большая, ну, не то чтобы ошибка, а вот за пользователя, когда он находится на стадии покупки и набирает там купить чего-то в Яндексе, мы за него много готовы платить. А то, что с ним можно выстраивать коммуникацию, начинать взаимодействовать, когда он находится на стадии сбора информации, ну, то есть там, а какой лучше купить, там, по каким выбрать, ищут какие-то отзывы. Многие компании забывают о том, что на этом этапе уже можно коммуницировать с пользователем, коммуникация будет в несколько раз дешевле, потому что информационные запросы вообще никому не нужны, вот, но уже можно познакомить с брендом и, может быть, уже даже на этой стадии попытаться что-то продать. Я люблю сделать задачи, которые вот много-много-много чего решают. То есть здесь, а, мы решаем, если пользователь находится на стадии сбора информации, ищет какую-то информацию, он знакомится уже с брендом, знакомится с продукцией, под видео есть ссылка, соответственно, он сразу может перейти в каталог продукции и там купить. Если нет, ничего страшного, пользователь, условно говоря, может перейти на сайт, там, спустя какое-то время, вспомнить, что он коммуницировал уже с брендом, бренд ему помог, дал полезную, нужную информацию, поэтому конверсия, вероятность того, что он купит, она увеличивается. То есть вот такая задача. Плюс эти видео еще перелинкованы между собой и так далее. Окей, узкая ниша, есть тематические вопросы, часто задаваемые внутри, мы их определяем по, например, вот в чате переписываются запрашиваем, узнаем, какие запросы, под них снимаются оптом видеоролики, как ответы на них, публикуются на YouTube, за счет того, что низкочастотные они попадают в Google, Яндекс, в YouTube, в YouTube, скорее всего, они могут быть и низкочастотными, а не информационными, а информационных запросов, то есть информационного видео не так много, то есть он может быть и высокочастотным с точки зрения информационного, но просто из-за того, что он никому не нужен, то есть нет конкуренции, мы тоже можем попасть... если мало конкурента, то да, если просто оно, есть поток, просто выложить недостаточно, его еще нужно будет немножечко как-то пнуть, продвинуть, чтобы показалось, да, 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 здесь я с тобой согласен. И параллельно на сайте мы, как еще эти ролики на сайте, ну, на сайте есть страничка с этим роликом с названием оптимизированная под SEO, она тоже в выдаче попадается, под каждый ролик, каким еще образом эти ролики используются, как человек может, Вот он на сайт пришел, он хочет узнать ответ на вопрос. Как он узнает, что вообще есть эти ответы? Есть, есть точно так же раздел на сайте, который называется факу, и туда пользователь может провалиться и точно так же посмотреть, кому удобно может почитать текст, потому что он транскрибирован, а кто хочет посмотреть видео, тот посмотрит видео. То есть дополнительно еще пользуется, что человек там на сайте, на самом получает информацию. А при общении с менеджером? Не практикуется, я не думаю, но это хорошая мысль. Здарова, народ! Плиточные работы в моем санузле продолжаются, и сегодня в этом ролике мы будем устанавливать вот сюда, вот этот вот ревизионный люк-невидимку от фабрики Ревизор. При нажатии на него срабатывают вот такие вот замочки, он откидывается. Поэтому обратились в компанию Ревизор, это наши партнеры, за советом, а также за помощью в решении этого технического вопроса. По блогерам тема, значит у нас также мы делали коллаборацию с видеоблогерами, несколько опять же было подходов, она, наверное, вот с точки бизнеса, она, ну как сказать, вот она удачная как старт. У нас вот, единственное у меня, давай так я скажу, у меня не получилось ее поставить на рельсы. А у меня вообще была цель и задача, идея, мысль забить вообще весь YouTube и любой вопрос, то есть смысл какой? Давай, давай, не знаю, сколько конца начали, начнем вот так. Видеоблогеры, не топовые видеоблогеры на сегодняшний день не избалованы вниманием. То есть если у канала на каком-то до, ну не знаю, там до 10 тысяч подписчиков, до 20, до 30, он не избалован вниманием. И предлагая ему коллаборацию, ну такую стандартную, что мы вам даем наш продукт бесплатно, который вы можете интегрировать в свой ролик, а вы за это там в ролике говорите, что этот продукт вам дала вот эта компания, блогеры охотно соглашаются на такую коммуникацию. Да, по Бартеру, в рамках компании Ревизор, в рамках производства люков. Ну у нас было несколько подходов, был пиар-специалист, она должна была этим заниматься, она дала обратную связь, что это все не работает, все блогеры. Расскажи, что делалось последовательно, в чем особенность подбора блогеров, вот я захотел как предприниматель рекламу блогеров сделать. Начали с того, что составили некое предложение, сформулированное в текстовом варианте, что вы нас там встраиваете в видео в какой-то определенный момент, и при этом вы там два раза должны сказать про нас, одну оставить ссылку. Мы за это вам, соответственно, даем бесплатно нашу продукцию. У меня вот как раз, значит, один из сотрудников собрал базу видеоблогеров, тех, которые на YouTube снимают свои видео, и эти видео посвящены строительным, монтажным работам. Все, дальше садится, и эта база начинается обзваниваться. То есть начинается работа фактическая менеджера, прям в холодную. Ну да, вот как раз, грубо говоря, получилось так, почему я говорил, там несколько раз было итерации, я пытался как-то делегировать, вот пока я сам не сел и не стал вот обзванивать, соответственно, базу. Причем я не так много обзвонил, там порядка где-то там 10-15 блогеров, и из этого вот у нас сложилось, то есть грубо говоря, позитивно, наверное, ну примерно процентов 30, может быть 40 восприняли. То есть, ребят, там, да, предложение нормальное, пришлите, чтобы у меня осталось там на почте как-то в текстовом варианте, там будем с вами, соответственно, даже, наверное, больше сотрудничать. Кто-то как раз, почему я говорю, кто топовый, говорит, нет, давайте мне там 5 миллионов долларов, значит, мелкими купюрами по 10 долларов купюры, и тогда, может быть, через пару лет я буду с вами сотрудничать. Ну и пожалуйста. Нет, ну, то есть он занимается строительством, но когда у него попадется объект, в котором нужен будет твой, как бы, люк, неизвестно. Поэтому это такая игра в долгую, то есть, как бы, по-хорошему нужно звонить, напоминать о себе раз в три месяца. Вот, но даже вот с этих 10, там, слэш-15, вот у нас, я могу помнить, 3, то ли 5, которые свершились в коллаборации, вот парни из камня, они вот, по-моему, то ли 2, то ли 3, прямо ролика, они, то есть, взяли один, потом второй, и потом там для какого-то проекта взяли еще третий. Все-таки получение кликов, и вот, как бы, мы мыслим в рамках кликов, то их, соответственно, не так много. То есть, ну, получить достаточно сложно. Да, есть ссылка в описании, переходите, но если мы говорим здесь в большей степени, ну, как бы, опять же, такая чистая, стопроцентная, понятная реклама. То есть, какой-то поиск, который делает ремонт у себя дома, там, пошел посмотреть какое-то видео, там, или еще, и он, или вот собирается устанавливать этот ревизионный люк, это может быть частный клиент, или другой, он пошел, набирает, там, запрос, как установить люк. Опять же, если это массово, если это стоит на потоке, и в, по-моему, там, в месяц выдается, там, 10 люков, и происходит, там, 10 коллабораций, каждый, а этот видеоблогер, какая-то задача-то была? Задача была, то есть, забить YouTube, то есть, охват. То есть, при условии, чтобы поиск какой-то запрос не набирал, связанный с ревизионным люком, так или иначе, ему попадалось какое-то видео, которое у него, ну, в котором, в том числе, было бы аффилировано с маркой Ревизор, и, то есть, это такая вот стопроцентная реклама. Вот, задача была вот такая изначально. Тут еще момент, что в поиске у нас не может выдаться с одного канала 10 видео, а здесь у нас ревизор в разных каналах, и у нас топчик забит, так сказать. Одно дело, когда поиск посмотрел рекламу на YouTube, где ему там реклама, где говорится, ой, вы знаете, там, вот, покупайте наших слонов, наши слоны отличные. А другое дело, когда он посмотрел, сам вечером пошел куда-то смотреть, и видит какого-то видеоблогера, который ему рекомендует, говорит, покупайте у этих слонов, и я сам этого слона использую у себя дома, там, ну, вот, как-то он там удачно у меня уменьшается. Спасибо, Алексей. На его канал переходите по ссылке в описании. Посмотрите, как там все устроено, посмотрите эти плейлисты. Задавайте вопросы. Если у вас есть вопросы, не забывайте их. По теме, особенно, сайтов, сайтов строения, да. Продолжение следует...